Почему я имею право, наверное, говорить на эти темы? Я начну со своей истории, такой, мне кажется, интересной и поучительной, потому что вы будете точно узнавать себя, уверена в этом, уверена в том, что мы с вами все плюс-минус одинаковые, с одинаковыми запросами и с одинаковыми судьбами, потому что выросли в социуме, который нас на самом деле воспитывает, и наших родителей, наших мам, и нас тоже. И только нам решать с вами подвергаться этому воздействию или все-таки выходить на свою жизнь, жить своей счастливой жизнью, вот так бы я сказала. Итак, история моя. Ну, я имею в виду сейчас история взаимоотношения с мужчинами, да, и с мужчиной моим главным. Я выросла в семье такой, я бы сказала, мужской, потому что у меня два брата старших, отец, как-то и братья двоюродные, с которыми я больше дружила, нежели с девочками, и мама у меня, она такая властная и сильная очень, и поэтому я росла таким мальчиком, наверное, больше, чем девочкой. И случилось это в девятом классе, как меня вштырило, наверное, по-другому не скажу. Я влюбилась очень сильно. Ну, теперь я понимаю, что вообще очень сложно, да, вот здесь, наверное, мы не имеем права даже выдвигать какие-то версии, что это, это гормоны, либо это судьба, или что это такое, мы вообще, мне кажется, человек вообще мало чего знает. И ориентироваться он больше должен на себя, на свои ощущения, на свой опыт, нежели на какие-то теории, потому что теорий много, есть теория, что это гормоны, и ты без памяти влюбляешься, есть теория, что мы находим свою судьбу, и мы это всегда чувствуем. Я не знаю, что это было, но так случилось, что вот прям вот я поняла, что это для меня самое важное, самое главное. И это был мой одноклассник, который ни на кого вообще никогда не смотрел. То есть у него были свои какие-то интересы, мальчишечки, он ещё был, наверное, маленький для этого. И я вот думала, почему так, почему я именно на него обратила внимание. И мне кажется, два фактора. Первый, это ему мама всё время ходила и говорила, будешь моей невесткой. А у мамы была такая очень интересная женщина. И вот опять же одна теория, что она мне просто внушила вот эту мысль. И когда я была готова гормонально, вот обратила внимание на него. Другая теория моя, это я была слишком серьёзной девочкой, мне не хотелось гулять с кем-то, что-то такое вот, рано ещё было. Но сердце требовало, и поэтому я выбрала его, потому что, ну, недосягаем, как мне казалось. Вот, и это длилось-длилось, мы разъехались, школу закончили. Я уехала в Петербург, он уехал в Калининград. И как-то, ну, в сердце всегда, ну, я помнила, я вот это вот, ну, думала тогда, что любила. Хотя, наверное, это так и было. И никого больше не допускала к себе в сердце. И случайная встреча наша на свадьбе нашей одноклассницы. Короче, здесь уже такая возникла взаимная такая страсть. Ну, и закончилось это всё. В 21 год мы поженились. В этом году 43 года, как мы женаты с моим мужем. И за эти годы, за 43 года, было всё. Жизнь очень непростая, она, ну, сложно не скажу, наверное, интересная. И вот если мы этот интерес в жизни включаем с самого начала, а как мы можем включить интерес с самого начала, если нас никто, нас этому никто не учит. Нас учат выживать. И социум, и родители. Поступай туда, выходи из-за этого замуж. То есть нам диктует, и весь этот диктат, он нацелен на то, чтобы мы с вами выживали. А как жить так, чтобы быть в интересе, развиваться и становиться лучше, и жизнь твоя при этом будет меняться тоже в лучшую сторону, потому что с твоими изменениями всё меняется. Ну, нет такой, нет такой школы. И это жизненная школа наша с вами. И я вообще за то, чтобы все женщины, особенно женщины, да, которым есть что сказать и чуть-чуть поделиться своим опытом, когда этот опыт действительно привел к чему-то хорошему, мы просто обязаны с вами это делать. Потому что, как я заметила, связи с поколениями, как правило, нет. Я же вижу, да, мои родственники, друзья, знакомые, нет такой близкой связи. Более того, родители почему-то ограждают детей от каких-то сложных ситуаций, которые были в жизни, они рассказывают, как они справились, что они делали, как они решили. И поэтому живём в потёмках, наступая на одни и те же грабли. И мне кажется, что можно по-другому. Так вот, вернёмся к мужчинам. Почему я 43 года живу с одним и тем же мужчиной, хотя я, если честно, три раза точно должна была развестись. Но три раза у нас были критические такие ситуации, моменты, когда мне казалось, что всё, дальше невозможно. И вот эти кризисы, они бывают у всех. И первый кризис, он был вообще через... сразу же почти, как мы поженились. Вот 10 лет учились в одном классе, и я вдруг поняла, что я совсем не знаю этого человека. И было страшно очень, потому что, с одной стороны, ну, кто испытывал это чувство, да, когда ты понимаешь, что ты без этого человека жить не можешь. И, с другой стороны, ты понимаешь, что ты не можешь жить так. То есть ты понимаешь, что ты не являешься собой. Тебе нужно приспосабливаться, тебе нужно угождать. А мой муж оказался именно таким. Он считал, что женщина для того... Ну, это шутки были такие, знаете, вплоть до женщины друг человека. Но, в принципе, что-то в этом было, потому что он считал, что я должна это, я должна это, я должна это как женщина. И вот эта закольцовка, когда брак, брак в традиционном его понимании, это такая закольцовка, когда женщина должна и мужчина должен. И если женщина не выполняет свой долг, и мужчина не выполняет свой долг, то взаимные упрёки, и что хорошего. Очень быстро мои иллюзии, мои желания выйти замуж, это всё стало настолько в тягость, что ещё не было у нас детей, и мне уже было очень плохо. При этом состояние, что я ощущала? Эмоции совершенно разные, и обиду, и злилась, и ревность. Ну, короче, вспоминаю, думаю, боже мой, я это была или кто? Что я сделала тогда? Чтобы не разводиться, разводиться я не представляла, как мой цвет такой, здесь солнышко. Я не представляла, как я могу развестись, и поэтому я сдалась. Сдалась и стала хорошей, очень хорошей женой, которая кормила мужа три раза в день свежей едой. Потом у меня появились дети, потом я стала хорошей мамой. Дети стали для меня всем. И так, в принципе, посмотрите, вот ещё про счастье. На мой взгляд, счастье – это свобода. Ну, для меня, в первую очередь, счастье – это свобода. Вот свобода, я выбираю, потому что свобода – это выбор. И в то время я выбрала жить вот такой жизнью. И я была счастлива. И мне очень, ну, я не знаю, я, наверное, прямо купалась в то, что я хорошая жена, то, что у меня, у нас дети, и дети, ну, прекрасные дети. И это длилось до того момента, когда у нас погодки, парни, когда поменялись голоса у ребят. И я поняла, что детей дома нет уже. И они как-то всё норовят куда-то убежать. Если мы раньше выходные вместе проводили, то теперь у них друзья. То есть я поняла, что что-то произошло. Это и начался кризис. Кризис, который вот чуть не закончился разводом. Потому что я увидела, что вот меня нет. А к этому времени понятно, что муж уже привык, что я выполняю все обязательства и всё, что должна, делаю. И он же не мог представить, что как-то может быть по-другому. А я поняла, что меня нет, что у меня нет интересов никаких в жизни, кроме семьи, очень плохо было. И тогда, вот я про кризисы, да, кризисы всегда бывают, всегда у всех. Что делать в этом случае? Я понимала, что так дальше не будет. Вот у меня внутри настолько вот это убеждение было твёрдым, что так дальше точно не будет. Но при этом я не ругалась и уже не обижалась. Да, вот те чувства, которые были в первый год, их у меня не было. У меня просто появилось такое твёрдое убеждение, что так я больше не хочу. Знаете, убеждение? Ну, или так, как я хочу, или никак. Вот со мной так невозможно, как было раньше. Я не знала, может ли по-другому. Честно говоря, даже в моих фантазиях и не было вот такого другого сценария, что муж может по-другому ко мне относиться. Ну, вот это ещё раз повторюсь, убеждённость моя внутренняя, что я так больше не буду, что я имею право на свои интересы. Я могу выбирать, куда мне пойти, с кем мне общаться. А было даже до такого, что пусть туда не ходи, а пусть к нам не приходят. Вот, и вдруг всё изменилось. Ну, не то, что вдруг, оно постепенно. Вот моё внутреннее состояние, оно привело к тому, что муж вдруг стал другим. И вот сейчас я вот это вспоминаю, и для меня тогда был шок. Я была уверена, что мы должны развестись. Ну, прямо уверена. И вдруг я понимаю, что со мной рядом другой человек, который более мягкий, который стал меня слышать. И у нас начался новый этап. Я не буду говорить ещё про один, второй. Нюансы были. Но последнее моё очень сильное изменение, трансформация, вы, наверное, кто со мной рядом знает, это случилось в 45 лет, когда я поняла, что внутренний конфликт был какой, что я понимала, что не может быть, чтобы это всё было. Ну, не может быть, чтобы я пришла в этот мир для того, чтобы быть хорошей женой, хорошей мамой, хорошим работником. И при этом не было даже времени на то, чтобы что-то сделать для себя. А в юности амбиции были очень-очень-очень большие. И началась моя трансформация. То есть я ушла в никуда, работая финансовым директором, всё бросила, ушла в никуда, стала себя искать. И кто начинал вот этот путь самопознания, саморазвития, понимает, что это вообще идёт очень стремительно. И вот в тот момент я очень внимательно стала относиться к мужу, потому что, вы знаете, бывают такие истории, когда пара и кто-то один в паре начинает сильно развиваться и начинает упрекать другого, что тот стоит на месте. Предостерегаю сейчас от этих ошибок, потому что всё ступенчество в нашей жизни, и мы вообще это два отдельных человека, и мы не имеем права насильно подтягивать кого-то, либо упрекать. Вот тогда мне хватило мудрости не трогать мужа, просто заниматься собой. И когда он был недоволен, много чем недоволен, что я, например, приходила на занятия всевозможные, приходила поздно, он был недоволен, или я куда-то должна была уезжать, был недоволен. И тогда мне хватило мудрости соглашаться с ним, но делать по-своему, мягко, да, мягко. То есть я сейчас опять, я делаю акценты на это, почему, ну, через свою историю, чтобы мы понимали, если мы хотим чего-то большего в жизни, если хотим других отношений с нашими мужчинами, очень нужна мягкость, женская мягкость, не напором, не доказывать, не стучаться головой там в стенку, да, когда тебя не слышат, а просто внутреннее убеждение, а как я хочу жить, я не хочу по-другому, да, вот если я что-то понимаю, как я хочу быть, я понимаю, какой я хочу быть, то вот это надо так, так внутри чувствовать, вот так хотеть этого, что всё внешнее не имеет значения, но при этом это должно быть состояние спокойствия, тотальной уверенности и уважение к близким людям, потому что они пока, они же не понимают этого, они не знают, что у нас внутри, и они могут просто испугаться за нас, не то, что не хотеть чего-то плохого нам, просто могут испугаться, и вот я видела испуг этот в глазах моего мужа, и я что стала в этот момент делать, ну, как я уже сказала, делать по-своему, но очень мягко, и когда я видела, что могу что-то сказать, допускай, да, для того, чтобы я могла что-то сказать, я говорила, я понимаю, ты сейчас, ну, возможно, волнуешься, возможно, тебе непонятно, что я делаю, но смотри, мы с тобой столько прожили, ты меня знаешь, я тебе троих детей родила, но в конце концов, ну, чуть-чуть сейчас потерпи, доверься, и ты увидишь, что всё, что я делаю, в итоге я делаю не только ради себя, но и ради семьи. И постепенно, постепенно он расслабился, отпустил свой контроль, и стали происходить вот эти изменения и в наших отношениях, в нашей семье. Сегодня время такое, когда у нас отношение ты должен, я должна, счастливой жизнь, она просто не может быть, время другое. Сейчас люди хотят развиваться и хотят, наверное, проявляться, быть собой. Ну, вот быть собой, это такое, наверное, на мой взгляд, правильное определение. И если рядом с нами человек, который, как вы думаете, не способен понять тебя, принять тебя, уважать твой выбор, уважать твоё мнение, то брак счастливым быть не может, как и в обратную сторону, потому что часто бывает, что женщина хочет к себе уважения, внимания, понимания, но при этом она других и не уважает, и не понимает, и не принимает. То есть всё ни во дни ворота. Это большая работа, большая работа над собой, но эта работа окупается, и это происходит очень и очень медленно. К великому сожалению, мы хотим, чтобы изменения происходили прямо сейчас, вот лучше ещё вчера, ну ладно, в крайнем случае сегодня. Мы хотим других мужей, мы хотим, чтобы, ну, знаете, как бывает там все мужики и так далее, да. Почему такие мнения, да, возникают? Потому что, ну, скорее всего, это убеждение, навязанное нашим тоже, либо нашими мамами, либо мы слышали это от кого-то, либо, опять же, свой неудачный опыт мы переносим это, но ничего не произойдёт, мы не встретим другого мужчину, мы не можем изменить того, который рядом с нами, если мы сами не будем меняться постепенно и постоянно, то есть, вот, находиться в постоянном, постоянном развитии, становиться хоть чуточку спокойней, убрать эмоции, которые нас, как правило, ну, мешают, я думаю, что жить. И здесь я сейчас прямо поделюсь таким опытом своим, как я убирала свои негативные эмоции, которые мне очень мешали жить. Если кто-то знает немножко дизайн человека, то я по дизайну манифеста. А у манифеста, если, если такие люди живут не своей жизнью, пока не вышли вот на свой путь, у них очень развита такая эмоция, как злость. И вот во мне злость, но она была внутренняя. То есть, для меня, знаете, как мои сыновья говорили про меня, когда им говорили, ну, вам хорошо, у вас мама такая добрая. Они говорили, да, да, добрая, добрая, но если уж рассердится, то рассердится. И у меня, если вдруг что-то случалось, то, конечно, злость, она вылазила, но она была внутренняя. Я ее очень сильно гасила. И, естественно, когда ты какую-то эмоцию гасишь, она внутри тебя, она тебя и разъедает. И что я стала делать, вот сейчас просто на заметочку возьмите такой, ну, такой мой опыт, если хотите, опять же, да, что я стала делать, чтобы мне стало легче. То есть, опять же, мы включаем эгоизм, такой хороший, нормальный эгоизм, потому что, если нам плохо с нашим мужем или, ну, и с другими людьми, неважно, это касается вообще не только весь мужей, то в первую очередь нам плохо, да, это состояние, когда я страдаю. И нужно сделать все, чтобы не страдать самой, не думать в этот момент о других людях, включать здоровый эгоизм и думать, как мне стать более спокойной или, ну, и не испытывать злобы, там, зависти, обиды, злости, ну, злости, я уже сказала, все, что меня разрушает изнутри, потому что любая эмоция, она разрушает изнутри, в первую очередь, человека, который ее испытывает. что я стала делать? Например, я слышу там слово или реакцию, и мне очень плохо, и я уже внутри злюсь, в этот момент я говорю себе стоп, ну, мысленно, я говорю стоп, и начинаю наблюдать за этой эмоцией, то есть я не смотрю на человека, который, ну, благодаря которому я испытываю эту эмоцию, я не обращаю внимания, что он продолжает, не продолжает, но в данном случае самым таким тренером был это мой муж, в этот момент я с него переключаюсь на свое на реагирование, и смотрю, как она возникла, этой эмоции, ну, если это злость, да, или обида, что происходит дальше со мной, то есть я просто начинаю исследовать себя изнутри, это, конечно, в первое, там, второй, третий раз, возможно, сложно, но если вы научитесь это делать, переключать внимание с человека, который сказал вам неприятное, все, оттягиваем от него внимание и направляем на себя, внутрь себя, как я себя ощущаю, почему я пререагировала, что происходит дальше, и вот вы следите, как эта эмоция ушла, вернее, пришла, и как она уходит, если вы будете делать это постоянно, то есть возьмете это за такую привычку, делать это постоянно, отслеживать все негативные эмоции, и вот именно с позиции, как она пришла и как она ушла, и вы заметите постепенно, что все быстрее начнет это все проходить, то есть вы среагировали, сказали себе стоп, посмотрели, ушла, и все быстрее, быстрее они будут уходить с эмоций, а потом возникнет такое состояние, когда она и приходить не будет, вы вроде и ждете, что она должна вот на это слово или на эту фразу, или на это действие, вроде должна прийти вот эта эмоция, но она не приходит, потому что вы уже знаете, вы уже научились с ней взаимодействовать, и самое главное, что вы научились делать, это вы отключили эту эмоцию от человека, потому что если мы ответственны, если мы свободны, мы выбираем, как нам реагировать на то или иное слово, или на то или иное действие, и если мы возьмем за основу такое убеждение со мной или так, или никак, ну вот вы решили, что с вами можно поступать только так и больше никак, и вы это как убеждение поселили в себя, я вас уверяю, что постепенно люди начнут относиться к вам вот именно так, и никто не позволит к вам относиться так, например, как раньше, когда у вас этого убеждения не было. Еще, мы иногда, знаете, ну, если я сейчас обращаюсь к тем, кто, возможно, хочет выйти замуж и уже нарисовал образ этого человека, да, как часто нас учат на каких-то тренингах, мы четко должны представлять, как выглядит, ну, и вообще вот этого человека. Я сейчас хочу вам другой, ну, не совет, опять же, да, мою рекомендацию такую, не делать этого, потому что вы всего можете не учесть, вы, да, у вас может даже встретить такого человека, который полностью вас будет устраиваться, устраивать, как он выглядит, но вы можете чего-то одного не учесть, и это что-то может отравить вам жизнь. Обращайте внимание на другую вещь, как я хочу жить, как я себя хочу чувствовать, как я хочу взаимодействовать, как мне, вот, если, опять же, я буду смотреть со своей стороны, как мне, и жить уже так, как я хочу, то вокруг появится не один, а много претендентов, из которых вы будете потом выбирать разницу, да, понимаете, то есть я выбираю, потому что это моя жизнь, я в свою жизнь приглашаю, но при этом нужно соответствовать тому, что ты, ну, что ты хочешь, то есть если я хочу быть такой, значит я такой и быть должна, а если мы хотим что-то от другого, я хочу, чтобы был муж такой, 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 идеальной для него возможно будет другая женщина, понимаете, и я уверена, вот сегодня я уверена на сто процентов, что вот я выбрала своего мужа для того, чтобы ну, как как учителя, да, как учителя, который научил меня терпимости, научил меня себя любить, потому что я все для всех делала всегда, с детства, мне было важно угождать, мне было важно, чтобы всем было вокруг хорошо, я с детства как-то на себя внимания не обращала, и всему этому научил меня мой муж, потому что он настолько обострял, вот, понимаете, если я все для всех, то он делал это так, что вот прямо все отдаю, и себе ничего не остается, то есть полная обесточенность, если мы сейчас посмотрим на наши половинки с этой стороны, половинки тоже не совсем правильное слово, все-таки мы должны быть цельными, то я уверена, что каждая из вас сейчас, глядя на своего мужа, поймет, чему он ее учит, вот обратите внимание с этой стороны на своих мужей, и задайте себе вопрос, а чему меня учит вот этот человек, люблю ли я себя, забочусь о себе, терпима ли я к себе тоже, да, и к другим, и мы увидим много чего интересного и начинайте себя исследовать и становиться лучше, никого переделать не сможем никогда, неблагодарное занятие это переделывать, но меняться потихоньку, помаленечку, маленькими шагами, и вокруг вас начнет все меняться, и это увлекательный такой процесс, однажды этим, когда вы увлечетесь, вам уже не остановиться, уже невозможно остановиться. Этим я хотела с вами поделиться сегодня, потому что вижу много страдающих женщин, страдающих от того, что живут одни, возможно, и здесь, в этом случае, пока человеку, это не важно, женщине или мужчине, не начнет, пока он не будет самодостаточный, пока ему неинтересно с собой, скорее всего, найдется учитель. Поэтому увлечься сначала собой, влюбиться сначала в себя, а как влюбиться? Как влюбиться? Мне кажется, самое простое, что мы можем сделать, это начать о себе заботиться, потому что вся наша жизнь это борьба. Человек борется с вредными привычками, с лишним весом, с людьми, с окружением. И пока мы находимся в борьбе, это не любовь, это не про любовь. Когда мы находимся в мире согласия с собой, когда мы себя принимаем, когда начинаем заботиться, кормить себя нормально, если мы хотим какой-то вредной еды, надо подумать, почему, и заменить на что-то вкусное, полезное. Я всегда рекомендую это делать девочкам, коктейлем, соустиками заменять. И все, и с этого момента это первый шаг, который может способствовать совершенно другому отношению к себе, потому что через отношение к себе будет все остальное. Может быть, у вас будут вопросы возникать походу, может быть, что-то, о чем-то подумаете после моего эфира, возникнут. Пишите, пожалуйста, пишите в Телеграм, может быть, в Ватсап, как вам удобно, я с удовольствием подскажу. Ну, вот о любви, о любви к тебе, к своему телу я могу говорить вообще много, поэтому, может быть, вам какие-то такие рекомендации будут нужны с удовольствием. Еще раз повторюсь, я не психолог, я против того, чтобы мы учили друг друга жить. И сегодня очень много тренингов, когда мужчины нас учат быть счастливыми, но часто эти тренинги, как я вижу, они построены на манипуляциях, на манипуляциях мужчин. Когда как сказать, как сесть, как сумочку там держать, ну, я встречалась с такими. Мне кажется, это неинтересно, потому что мы тоже, мы не являемся собой. Если я хочу по-другому говорить, по-другому ходить, а буду заставлять себя делать по каким-то правилам, то всё равно это откроется, потому что отношения начинаются не с момента знакомства, отношения настоящие начинаются с момента как раз свадьбы. И там-то всё и открывается. Поэтому, чтобы не было сюрпризов, мне кажется, чем раньше мы станем настоящими и будем интересны человеку именно настоящими, тем более счастливой будет наша жизнь. Будьте любимы, будьте счастливы. Сегодня это самое главное. Любите себя и окружающих, и мир, каким бы он ни был, мы сюда пришли. Мне кажется, наша задача сделать этот мир хоть чуточку лучше через себя, через своё окружение. Спасибо большое.